Добрый день, друзья, зрители, все пчеловоды, которые смотрят это видео. Подбираю статейки интересные, которые помогают нам правильно понимать культуру и поведение законы пчелины. Где лучше и удобнее их выставлять, ставить, как ведут себя пчелы, как ведут окружающие насекомые, земноводные. Сегодня я зачитаю статейку «Пчелы и земноводные». Журнал 1962 года «Пчеловодство. Номер 10». В седьмом номере нашего журнала был опубликован ответ на вопрос качура, видевшего, как жабы сидят на прилетной доске поедали пчел. В ответ указывалось, что хотя при вскрытии земноводных в ротовой полости и желудках иногда находят десятки пчелиных жал, это не влечет за собой их гибели ввиду высокой устойчивости к действию пчелиного яда. Отсюда у читателей невольно возникает вопрос, они являются ли лягушки и жабы врагами пчел и не наносят ли они заметно ущерба пчеловодству. Это вопрос законно поставить именно потому, что, судя по опубликованному ответу, пчелы бессильны защищать себя от земноводных, поскольку последние якобы невосприимчивы к пчелиному яду. Однако, с какой бы стороны мы не подошли к рассмотрению этого вопроса, мы неизбежно приходим к выводу, что лягушек и особенно жаб никак нельзя рассматривать как врагов пчел. Действительно, при подходящих условиях жабы не прочь проглотить пчелу, но случаи, когда жабы специально охотятся за пчелами, на прилетных досках крайне редки. Говорит, что лягушки и жабы постоянно питаются пчелами тоже неправильно. Дело в том, что жабы животные сумеречные и ночные, они охотятся на насекомых, слизней и червей по ночам. И следовательно, как правило, они встречаются с пчелами. Они приносят большую пользу сельскому хозяйству, истребляя вредителей полей, садов и огородов, охраняя от вредителей некоторой медоносной культуры, особенно огородные. Жабы этим самым приносят пользу пчеловодству. Жабы заслуживают того, чтобы человек их охранял, как полезных животных. Несмотря на сказанное, случай охоты за пчелами этих земноводных иногда встречается. Жабы и лягушки редко соприкасаются с пчелами, еще и потому, что живут в сырых, болотистых местах, то есть там, где пчеловоды избегают размещать пасеки. Количество пчел, поедаемых лягушками и жабами, настолько незначительно, что ощутимого ущерба пасеки это не принести не может. Автор этих строк изучил действия пчелинояда на различных земноводных специальных опытах. Это ученые записки Горьковского государственного университета. Этот автор зав. кафедры физиологии человека и животных Горьковского университета имени Лобачевского Артемов описывает эту статью. Лягушки и жабы оказались значительно менее чувствительны к пчелиному яду, чем млекопитающие. Наименьшая доза пчелиного яда, вызывающая смерть грызунов, допустим, крысы и мыши, 12-18 пчелиных ужалений на 100 граммов веса тела. А земноводных 100-150 ужалений. Другими словами, жаба и лягушка в 10 раз менее чувствительны к пчелиному яду, чем грызуны. В качестве примера можно провести одно наше наблюдение. Жаба весом 12,4 грамма, получившая на кожу спины 20 пчелинных ужалений, погибла на вторые сутки. Причем после периода возбуждения у нее развился паралит всей двигательной мускулатуры. Как же тогда понять факт нахождения во рту и в желудке жаб многочисленных жал? Ведь если жаба ужалила несколько десятков пчел, то при этом она, безусловно, получила смертельную дозу. Ядой должна была бы погибнуть. Это противоречие объясняется очень просто. Трудно себе представить, чтобы 2 или 3 десятка пчелиных жал находились в желудке, жабы вонзились бы сразу. Это могло произойти только постепенно, может быть в течение нескольких дней. А хорошо известно, что если введение смертельной дозы яда растянуть на долгий срок, то ее можно перенести без заметного отравления. То есть, эту дозу. То есть, вот такая вот информация, друзья. Обратите внимание, что пчелы и лягушки более совместимы, потому что находятся в разных световых поясах света. То есть, пчелы ночью отдыхают, а лягушки и жабы в основном работают по ночам. Итак, уважаемые, прочитаем вопросы и ответы для нашего ознакомления и правильного роста. Вопрос на зиму, сверх рамок и плотного потолка двух стен на уле я положил в ватную подушку и открыл верхний литок. В зимовнике температура была 3-4 градуса тепла. Однако, пчелы зимой сильно шумели и опоносились. Какую я допустил ошибку, приведшую к неудовлетворительной зимовке пчел? Ответ. Несомненно, вы переутеплили гнезда. Это привело к распаду клуба и повышенному отходу пчел. Вам надо в зимовнике снять с улей всякое утепление. Нижние литки держите закрытыми до 20 февраля. Но если в помещении температура достигнет 4 градуса тепла, немедленно откройте нижние литки. Верхние литки держите открытыми всю зиму. Сплошный потолок и клеенка на рамках улей при такой зимовке вреда не причинят. Ну, далее читаем. Вопрос. Пчелы пошли в зиму, имея гнезда за сахарный мед с подсолнечка. Как обеспечить благополучную зимовку на таком корме? Ну, такое бывает в жизни. И поэтому люди задают вопросы, переживают, чтобы не потерять семейство, семьи пчел. Ответ. На засахаренном кормовых запасах пчелы зимуют очень плохо и нередко погибают. Чтобы улучшить их зимовку, температуру в зимовнике следует по возможности поддерживать в пределах от 0 до 3 градусов тепла. При первых признаках беспокойства, усиленном шуме, пчелам надо дать воду. Для этой цели удобны стеклянные пол-литровые банки. Их наполняют подслащенной водой. На 1 литр 300 граммов сахара. Хочу сказать, что пчелы до 200 граммов сахар ощущают. На 1 литр это 20%. А это значит, если до 300 граммов на 1 литр, это 30%. То есть, это они вполне ощущают уже как сахарный нектар. И хорошо берут, и сами питаются. И это помогает им, так сказать, при рассахаривании засахаренных сот. То есть, для их расплавления. Растворение. Пол-литровые банки. Обвязывают редкой тканью. Ну, сейчас делают крышки. Пробивают дырочку. Сложено на 2-3 слоя. И перевернув, ставят на рамки над клубом пчел. При первом потеплении семьи выставляют на сверхранний облет. Следующий вопрос. Я слышал, что с падевым медом пчелы лучше зимуют на холоде. Верно ли это? Ответ. Если пчелы пошли в зиму на падевом меду, то содержание при низкой температуре от 0 до 3 градусов тепла несколько улучшает их состояние. Они образуют плотный клуб, меньше потребляют меда. Однако, это не предупреждает появление поноса и, возможно, ослабление. При более высокой температуре пчелы возбуждаются и клуб распадается. В результате чего резко повышается их активность. Они больше потребляют корма и в них раньше появляется понос. Для предупреждения ущерба от падевого меда необходимо с осени заменять его сахаром. Вот такая рекомендация. И, как говорится, она более действенная и качественная дает возможность вывести зиму в более хорошем состоянии. Вопрос. Как подсилить весной нуклеус, чтобы получить из него сильную семью к взятку? Проще всего подсилить нуклеус-ответ постановкой гнездо с начала одной рамки со зрелым печатным расплодом, который берут от сильной семьи с большим количеством расплода. Имеется в виду без пчел. При этом необходимо проследить, чтобы в нуклеусе было достаточно пчел для обогрева новой рамки. Через 2-3 недели в нуклеус ставят еще одну или две рамки печатного расплода, после того, как из первой рамки вышла пчела. И поэтому она может обсиживать 2-3 рамки, подставленные новые. После чего семья уже сможет успешно развиваться самостоятельно. Если в нуклеусе мало пчел, и они не могут плотно занять новую рамку, его можно подсилить молодыми пчелами. Для этого матку накрывают колпачком в целях предосторожности, и в нуклеус ставят рамку сильной семьи, плотно покрытую молодыми пчелами. Часть перенесенных пчел слетит на старое место. И в нуклеусе останутся только молодые нелетные пчелы. Можно молодых пчел подготовить заранее. Для этого их стряхивают в ящик с сотами. И кормами из одной или нескольких семей. В ящике открывают небольшой литок. Летные пчелы за день слетят, и к вечеру останутся только молодые нелетные, которых и используют для подселения. Матку через сутки освобождают. Итак, дорогие друзья, далее читаем. Как освободить соты от закристаллизовавшихся в ячейках меда? Ответ. Соты с закристаллизовавшимся медом надо распечатать в теплом помещении и попытаться откачать на медогонке. Часть меда при этом откачивается. Оставшиеся в сотах кристаллы сахара скармливают пчелом с наступлением теплой воды. Соты вносят с вечера в теплое помещение, сбрызгивают теплой водой и утром ставят улей за вставную доску с сильными семьями или в гнездо при очередном их расширении. Через несколько дней сот сбрызгивают повторно теплой водой, если в нем еще окажется неиспользованные пчелами кристаллы сахара. Вопрос. Теряет ли способность к спариванию перезимовавшие трутни? Ответ. Перезимовавшие трутни или во всяком случае часть из них, по-видимому, сохраняет к весне способность спариваться с молодыми матками при благоприятной погоде. На это указывают на пледение пчеловодов за спариванием маток ранней весной, когда трутни и весеннего вывода еще не бывает. Вот до этого места вот эти вопросы и ответы. И еще небольшая статейка. Написано доктором биологических наук Островский. Он работал в то время Всесоюзно-научно-исследовательский институт лекарственных и ароматических растений. Станция Битца, Московская область или Станиц, не пойму. Имеет в своем ботаническом саду более 2000 видов лекарственных растений. Наблюдая биологию их цветения и поведение на них пчел, легко убедиться, что многие из этих растений можно использовать на припасечных участках. И вот тут рекомендуется, какие-то растения можно использовать. Алтей лекарственный. Простореджий Мальва называется. Многолетнее травянистое растение из семейства Мальва. В диком виде произрастает на Украине, на юге Белоруссии, в Северном Кавказе и в Поволжье. И возделывается как лекарственное волокнистое декоративное растение. Цветет со второй половины июля около двух месяцев. Со второй половины июля два месяца до второй половины сентября. Хорошие расстояния два месяца практически до осени. Охотно посещается пчелами, которые берут только нектар. Высевает алтей рано весной или под зиму овощными сейками. Семена заделывают на 2-3 сантиметра. Норма высева 8-12 килограммов на гектар. При ширине между рядей 60 сантиметров. Для подзимнего сева на 10-15 процентов больше семян. Для получения дружных всходов при весеннем посею семена предварительно замачивают в теплой воде не выше 30 градусов и оставляют в теплом помещении на полторы-двое суток, периодически помешивая. После появления первых ростков семена слегка просушивают и высевают. Можно размножать алтей также корнями, верхушками корней, остающимися после уборки урожая. В этом случае их сажают под плуг, как картофель, только с более мелкой заделкой. Товарная продукция, корни, собираемые на 3-4 год выращивания культуры. Слизистые вещества, содержащие в корнях, применяются для лечения катаров дыхательных путей. И еще одно небольшое растение, анис называется. Однолетнее растение из семейства зонтичных, культируется в центрально-черноземной зоне на Украине, Северном Кавказе. Для получения эфирного масла. Цветет в начале июля. Хороший медонос. Некоторая продуктивность аниса при благоприятных условиях составляет от 50 до 100 кг с гектара. Для медицины ценные семена аниса, из которых получают анисовое масло, употребляемое в качестве отхаркающего средства и для улучшения деятельности кишечника. Пчеловоды часто применяют его взамен мелисового масла. Итак, вот такая вот информация, которую рекомендует Институт научно-исследовательских лекарственных растений. И плюс еще они медоносные. Итак, до встречи. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ждем ваших комментариев. До свидания. Продолжение следует...